Самый дорогостоящий салют в истории. Израиль успешно отбил масштабную атаку Ирана. В ночь на воскресенье Тегеран атаковал территорию еврейского государства сотнями ракет и беспилотников. По данным ЦАЛЯ, 99% из них были сбиты. Незначительные повреждения получила авиабаза в пустыне Негев, куда пришелся наиболее сконцентрированный удар баллистическими ракетами. Атаку помогали отразить ВВС и ВМС США, Великобритании, Франции и Иордании. Минувшей ночью Иран атаковал Израиль более чем 300 различными следствами. Иранская угроза встретила воздушное и технологическое превосходство армии обороны Израиля вместе с сильной боевой коалицией, которая вместе перехватила большую часть угроз. Мы перехватили 99% угроз, направленных на территорию Израиля. Это очень важное стратегическое достижение. Иран совершил очень серьезный проступок, подтолкнув Ближний Восток к эскалации. Мы делаем и будем делать все необходимое для защиты граждан Израиля. Иранскую атаку осудили большинство мировых лидеров, все последние дни предостерегавшие Тегеранов подобного шага. Президент США Джо Байден созвал экстренное заседание Большой Семерки, чтобы скоординировать единый дипломатический ответ на наглую атаку Ирана. Вашингтон считает действия режима Айатол крайне опасными и способными столкнуть весь регион Ближнего Востока в пучину масштабной войны. Ранее сегодня Иран и его доверенные лица, действующие из Йемена, Сирии и Ирака, предприняли беспрецедентную воздушную атаку на военные объекты в Израиле. Я осуждаю эти нападения самым решительным образом. По моему указанию, чтобы поддержать оборону Израиля, американские военные в течение прошлой недели перебросили в этот регион самолеты и эсминцы с системами противоракетной обороны. Благодаря этому развертыванию и исключительному мастерству наших военнослужащих мы помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты еще на подлете. Я только что разговаривал с премьер-министром Нетаньягу, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америке безопасности Израиля. Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал замечательную способность защищаться и отражать даже беспрецедентные нападения, посылая своим противникам четкий сигнал о том, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля. Позицию США поддержали и другие страны. Риша Сунок, премьер-министр Великобритании, чьи самолеты участвовали в перехвате иранских ракет и беспилотников, на подлете к Израилю, поблагодарил пилотов за выполненную задачу и отметил, что атака со стороны Тегерана несла угрозу не только Израилю, но и соседним странам. Иран запустил шквал ракет и ударных дронов в сторону Израиля. Это была опасная и ненужная эскалация, которую я самым решительным образом осудил. Благодаря скоординированным международным усилиям, в которых участвовала Великобритания, почти все эти ракеты были перехвачены, спасая жизни не только в Израиле, но и в соседних странах, таких как и Ордания. ВВС Великобритании направили в регион дополнительные самолеты в рамках наших существующих операций по противодействию исламскому государству в Ираке и Сирии. И я хочу воздать должное храбрости и профессионализму наших пилотов, летевших навстречу опасности, чтобы защитить мирное население. При этом Сунак обведил режим АТОЛ в стремлении дестабилизировать регион. Иран полон решимости сеять недовольства и дестабилизировать регион. Это очень ясно из его действий. Если бы эта атака была успешной, последствия для региональной стабильности было бы трудно переоценить. Сейчас нам нужно, чтобы восторжествовало спокойствие. Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы решить эту проблему. Иордания, предупредившая, что будет сбивать любые воздушные объекты, представляющие угрозу безопасности страны, сдержала слово. Агентство Франс Пресс распространило снимок, на котором видны обломки ракеты, которая, как сообщается, была перехвачена над Аманом. Мы столкнулись с некоторыми летающими объектами, которые вошли в наше воздушное пространство, и нам пришлось противостоять им, чтобы не допустить, чтобы они поставили под угрозу безопасность наших граждан. За это время обломки упали в нескольких местах, не причинив никакого ущерба или травм гражданам. Сегодня, как Совет министров, мы призываем все стороны проявлять самоконтроль и проявлять дисциплину и ответственность. Мы не должны быть втянуты в какую-либо эскалацию, которая, несомненно, приведет к опасному развитию событий, и мы подчеркиваем необходимость доэскалации со всех сторон. Сейчас многое зависит от того, что предпримет Израиль. Американцы, заявив о нерушимости поддержки безопасности Израиля, параллельно призывают Иерусалим не втягиваться в спираль военного противостояния. Не хочет этого явно и сам Тегеран. Очевидно, режиму было крайне неприятно узнать, что ему практически не удалось пробить купол ПВО над Израилем. Хотя победные реляции от корпуса стражей исламской революции, выполнившим честные обещания, не заставили себя ждать. Отныне, если сионистский режим посягнет на наши интересы, нашу собственность и наших граждан, мы нанесем им ответный удар со стороны Исламской республики Иран. Десятки дронов, крылатых и баллистических ракет смогли разрушить глубокие слои, казалось бы, обнадеживающие противовоздушные обороны сионистского режима, а также повлиять на альянс противовоздушной обороны между Америкой, Францией и сионистским режимом и ослабить его. Мы считаем эту операцию успешной, и по нашему мнению, эта операция завершилась, и нет намерения продолжать эту операцию. Но если сионистский режим предпримет какие-либо действия против Исламской республики Иран, либо на территории Ирана, либо в центрах, принадлежащих нам в Сирии, или где-то еще, наша следующая операция будет намного масштабнее этой. При этом Тегеран предупредил США, если Израиль решится на ответный удар, а Вашингтон ему поможет, то в следующий раз иранские ракеты полетят в сторону американских баз. Мы сообщили США через посольство Швейцарии, что если Соединенные Штаты примут участие в следующих агрессивных действиях сионистов посредством военных баз или других объектов, которые они имеют в регионе, и эта информация подтвердится, американские базы, персонал и объекты в регионе не будут в безопасности. Мы рассматриваем Америку как агрессора, и она будет иметь дело с нами. Подобные речи, равно как и рассвеченные огнями запускаемых ракет неба Ирана, вызвали среди населения страны ажиотаж. Многие иранцы вышли на улицы, празднуя первую в истории массированную атаку их страны против Израиля, уничтожение которого режим Айатол транслирует все эти годы в качестве основы внешней политики. Мы надеемся, что эта атака продолжится до такой степени, что Израиль будет уничтожен. Наказание Израиля должно быть осуществлено полностью, потому что жестокость, совершенная по отношению к народу Газы, не должна остаться без ответа. США уже заявили, что не намерены участвовать ни в каком ответном ударе по территории Ирана. Да и сама атака, по мнению большинства экспертов, была скорее эффектной, чем эффективной. И Израиль, и его союзники были готовы к такому развитию событий, так как Тегеран, выступающий в роли главного антагониста еврейского государства, должен был показать своим союзникам и собственным гражданам, что может и будет отвечать на инциденты, подобные удару по посольскому объекту в Дамаске, приведшему к гибели высокопоставленных офицеров Корпуса Стражи Исламской революции. Я просто рада, что у нас в Израиле хорошая система обороны. Но такого быть не должно вообще. Мы не должны жить в страхе, на нас не должны нападать таким образом. Но есть одно «но». Прямое нападение Ирана на территорию Израиля впервые нарушило красную линию. Сторонники правых политических сил в Израиле уже призывают ответить. Так что уверенности в том, что этот инцидент действительно исчерпан, нет. И если под ним не проведут черту, ситуация может стать очень опасной. Иранский режим сознательно подвел весь Ближний Восток к краю пропасти. Иранский режим выпустил по Израилю более 300 ракет, беспилотников. Мы самым решительным образом осуждаем прямое нападение Ирана на территорию Израиля. Германия полностью солидарна с Израилем. Мы призываем Иран воздержаться от дальнейших атак, в том числе через прокси. Региональный конфликт будет иметь неисчислимые последствия. Миллионы женщин, мужчин и детей в Израиле, Иране и во всем регионе были напуганы и не могли спать прошлой ночью. Никто из них не хочет этой эскалации. Я призываю все стороны в регионе действовать осмотрительно. Спираль эскалации должна быть разорвана. Вместе мы должны положить конец насилию. Израиль, тем не менее, уже пообещал серьезный ответ на ночную ракетную атаку Ирана. Но в какой форме это произойдет? Израильская армия и военный кабинет сейчас обсуждают именно этот вопрос. Наиболее вероятными целями в случае принятия решения будут иранские базы, с которых были запущены эти ракеты. Но Израиль вполне может пойти дальше и нанести удары по крупным иранским военным базам и учебным центрам Корпуса Стражи Исламской Революции по всей стране, что, безусловно, вызовет человеческие жертвы и нанесет материальный ущерб. И тогда Ирану, несомненно, придется ответить, как он и пообещал. Таким образом, Ближний Восток сейчас находится на средней ступеньке очень опасной лестницы эскалации. Созванный на экстренное заседание Совет Безопасности ООН вряд ли сумеет повлиять на Иерусалим и странам региона остается, затаив дыхание, ждать, насколько масштабным и жестким будет обещанный ответ Израиля.